Снегурочка Получается вот так надо, пацаны? Ну да, примерно так нужно Я ненавижу мир, где мужья одевают своих жен как проституток, выставляя на показ все то, что должно быть сокровенным Где нет понятия чести и достоинства Где женщины не хотят детей, а мужчины не хотят семьи Где жалкие сосунки считают себя успешными за рулем отцовских машин А любой, у кого есть хоть немного власти, пытается доказать вам, что вы ничтожество Где люди лицемерно заявляют, что верят в бога с рюмкой алкоголя в руках и с малейшим пониманием своей религии Где люди не верят в любовь, а ищут лишь наилучший вариант партнера Где парни, мужики пропивают родительские деньги в ночных клубах, кривляясь под примитивные звуки, а девки в них за это влюбляются Нет, я выбираю свой путь Киану Рис Я думал, ты скажешь, Владимир Ильич Ленин из раннего Вот так вот известный актер Баксиар, ну во-первых, я опять в восторге от твоей подачи Спасибо большое Это твое, я считаю Ну, Киану, ребята, задал нам три темы Три темы, которые мы можем сегодня обсудить Это что можно позволить и что нельзя позволять своей женщине Вообще, можно ли такой вопрос задавать, да? Второе, как из ребенка, который у тебя родился, не вырастить ублюдка Ну и третье, лицемерие Да, и... Легко ли вы... Я смотрю, ты тоже готовился Смотрите, вы все классные, вы все профессионалы, ребята Я не знаю Аза, мне кажется, он лучший, просто лучший Это ты как тренер по воле-булу говоришь Когда ты все оцениваешь, да? Во-первых Подача важна, да? Слушайте, ну, вот первый вопрос, давай с него начнем Там прожжем, да? Что можно позволить женщине, а что нет? Своим женщинам, что нет? Вообще, нормально ли это в современном мире? Я где-то услышал такую фразу, мол, твоя женщина в жизни Она должна быть скромной, как монашка Но дома горячей и яркой, как куртизанка Как вы считаете? Правильно ли, что... Я даже ролик видел, знаете, девочка в паранже Ну, где-то в Арабских Эмиратах снятый Такая идет, 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 идет А далее хочет поправить ногу Он поднимает подол халатика И здесь... Там волосы Нет, и здесь такие прям очень откровенные, жесткие чулочки Сексуальные И она так ее поправила, так и пошла дальше То есть вот, казалось бы, да, вроде скромно Вроде все здорово Но вот под одеянием может находиться львица, тигрица И очень горячая штучка Ну, слушай, ну, дома, ну, действительно, если так разобраться Почему она должна быть скромна? Ну, слушай, ну, прикольно, знаешь, что-то с того ракурса То есть есть мужики, разумеется, которые своим женам, там, говорят Нельзя так одеваться откровенно, там, или так далее Но при этом они сами заглядываются на тех, кто очень, там, сексуально одет Подписаны в инстаграме на фитоняшек, моделей, белье Пацаны, смотрите, я вот на прошлой неделе был на сайте Феминито Киезет, да И у нас законодательно, законом запрещено женщинам работать в 229 профессиях Законом 229 профессий, недоступных женщинам в нашей стране Ну, что это значит, пожарными? Мы по этому показателю третий в СНГ, между прочим Может быть, корень проблемы лежит в этом? А я имею в виду, бульдозеристок не будет никогда в Казахстане Хотя, водители и троллейбусы были потрясающие женщины Вы помните, да? Да, да, и вот таких профессий в нефтедобывающей отрасли очень много В социальной очень много Им просто запрещено Может быть, нет способа самовыражения у женщины Поэтому мы вот этим устаревшим взглядом, обросшим штампом Смотрим сейчас на облик современных женщин через те прежние запреты И позволяем себе осуждать, что тоже неправильно А, Бахтияр, скажите, пожалуйста Да, да, вопрос в чем? В том, как она одевается, в том числе и для мужа Допустим, дома, понятно, моя жена ходит в домашнем А вот когда мы идем, допустим, в гости Говори, как есть, все дома ходят в триконах В мои причем Причем в твоих Да, 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 и в моей футболке Когда мы идем в гости, естественно, она наряжается, одевается красиво И в тот момент у меня просыпается вот этот Тот первый Бахонтик, который с ней начал мутить Я прям в нее влюбляюсь, прям ревную Офигенно же, вот это и есть офигенно Я тоже ревную, извиняюсь, что я перебью Я тоже ревную ее, когда смотрят мужчины Но это ревность не такая, что я сейчас пойду Дать его возьму, драться с ним Офигенно, во мне будет такого Ну, как бы, я начинаю любить жену, как будто бы еще больше Типа, вот еще ничего Да, да, вот прям Потому что, в первую очередь, через призму этого фактора Ты же оцениваешь сам себя Что ты сделал правильный выбор Да И не только для себя, но и, скажем так Предмет твоих симпатий еще и симпатичен другим мужчинам А вообще, с чего вы решили, что женщина одевается ради вас И вообще ради мужиков Я уверен, что женщина одевается ради другой женщины Есть вообще такая тенденция В этом плане я согласен с Фрейдом Что все делается Он не пришел просто Мне кажется, ну, как бы, я здесь чуть-чуть с ним согласен Как будто бы, ну, мы, как будто бы все делаем ради Я не буду здесь говорить, наверное, нельзя, да? Ну, ради чего-то, да? Ну, как бы, ради... Здесь можно говорить все Ради секса, да Как бы, мужчины красивы ради того, что посмотрела на него дама Дама красива ради того, что посмотрела на нее мужчина Я недавно вычитал, что женщины одеваются красиво для мужчин Это неверно Это неверно Женщины одеваются красиво для себя Это тоже неверно Женщины одеваются красивыми друг для друга Потому что это самая главная, как сказать, конкурентоспособная среда Поэтому они капец бесятся, да? Когда видят другую девчонку в такой же кофте Именно, именно А у нас же, вы заметили, да? Вот у них, да Вот у девчонки, когда видят другую девушку в том же одеянии Они, ну, они такие Ой, блин, в том же пришла А у нас же наоборот Э, бро, блин! Родной! Грудной! Родной! Короче, был случай Такая же футболка Антоха, Антоха, еще за сколько взял? За 25? А я по скидке взял Нет, реально был случай Реально был случай Надеюсь, жена меня не убьет Мы должны были пойти в одно кафе В выступление диджея, который был очень известен в том городе, где я жил ранее, в Павлодаре И открылась кафешка, которая там открыт на Павлодарске И мы собрались туда И жена купила себе платьишко И я смотрю, она складывает еще одно платье с собой в сумку Говорю, зачем? Она говорит, а вдруг в таком же кто-то еще будет? Хотите прикол? Реально! Мы заходим в это кафе Точно такое же платье Жена такая быстро уходит просто в туалет, переодевается И спокойно И причем в точно таком Жена сама не видит это А все это видят, да? Нет, я смотрел на это все как полный, я не знаю Я дурак, потому что я не понимал, что делать мне И причем единственный человек, который был в точно таком же платье Это был тот самый диджей Как ты думаешь, Реке, а кто бы пошел в туалет, если бы вы пришли раньше? Да? Блин, а мне кажется, она бы не зашла Но если нет платья, она скорее всего скажет Слушай, мы не будем здесь, пойдем Потому что для девушки нет хуже ситуации увидеть в точно таком же образе другую девушку Если это не команда КВН Просто если мы говорим о женской красоте О том, неважно, как она одевается, доступно или недоступно Сам феномен женской красоты, он сейчас рассеялся То есть раньше, когда не было всех вот этих новых крутых технологий В виде, я не знаю, косметики, в виде фитнес-залов, правильного питания Пластической хирургии Фильтров в инстаграме Фильтров в инстаграме То есть можно было спокойно определить Красивая девушка, симпатичная, ну, средненькая А сейчас, благодаря вот этому прогрессу, как правило, в пользу девушек Любая средненькая может превратить себя в красивую в очень короткий срок Именно поэтому понятие красоты, оно сейчас размылось Именно поэтому мы устали от этих инстаграмов Именно поэтому для нас неожиданно видеть красивую девушку в хиджабе Или ту, которая продает мясо Вообще, можно ли нам позволять девушкам одеваться, как им хочется? Мы это не обсуждаем, да? Или же все-таки мы должны встревать? Ну, я думаю, что, ну, как сейчас сложно сказать Ну, мне кажется, я просто уже настолько давно женат, мы это понимали То есть сейчас, мне кажется, вот это все и доверие диктует То есть если ты, ну, если она хочет так одеваться, пусть она одевается Если ты ей доверяешь, ты понимаешь, что даже Она же для себя так хочет выглядеть, да, и для тебя То есть если она захочет сделать фотосессию ню, ты скажешь, окей? Ну, я, ну, ну, не знаю Вот, вот, вот здесь и начинается А может, и да Для кого это не важно? Ну, смотри, ну, Антон, ну, допустим, она говорит Слушай, моложе, чем сегодня, я не буду По тяжке делать, там, допустим, и пластические операции я не хочу Я знаю классного фотографа, он мужчина Он мужчина Ты, ты заходишь, ну, к нему в аккаунт Офигеваешь от того, что ты там видишь Там, ну, настолько откровенные снимки Красивая эротика И она говорит, я хочу так же И я у себя хочу что-нибудь выложить Разрешишь? О, да, наверное Слушайте, вот с моей позиции, да, очень сложно смотреть на эту ситуацию В пример к супруге Потому что моя супруга, к примеру, из другого поколения Не из этой плоскости мышления, не из этой инстаграмной аудитории Мне гораздо важнее эта проблема с позиции моей дочери Которая уже подрастает Ей уже 12 лет, да И вот с ней мне предстоит это все обсуждать, как я понимаю, сейчас К примеру, запреты супруги у меня вообще не обсуждались бы Потому что мы уже давно это переросли Но у нас растет дочь Которая развита в ТикТоке Которая, по-моему, сведущая в Инстаграме И в целом она живет вот этими течениями Которые мы сейчас с вами обсуждаем И вот в этом смысле мне тревожно Потому что ей однозначно запрещать необходимо Необходимо А вот что запрещать? В то же время запрещать нужно очень мягко, очень аккуратно, через долгие беседы Через результат, который она прогнозирует от своего этого решения и поступка Вот здесь очень важно не упустить, как я думаю, момент Потому что мы это сейчас очень долго можем муссировать на примере супруг Но нам есть куда заглянуть И у меня с дочерью иногда поднимаются такие дискуссии А не боишься, что она захочет сделать наоборот? Типа, пап, в смысле? В смысле мне нельзя сделать селфи в купальнике? Я хочу Ты говоришь, нет, дочь, нельзя Потому что это... А сделай Вот здесь, вот здесь, Ирики, очень правильно перед тем, как сказать нет Очень правильно поговорить Не сразу нет Не сразу Очень правильно поговорить Выяснить Подготовить, да? Досконально точка ее зрения То есть кем она вдохновилась? Почему вот такой цвет? Сколько будет ракурсов? Для чего эти ракурсы? А на что в итоге хочет получить от этого? Как она отреагирует, если она не получит того, что она запланировала? Расстроится ли она из-за комментариев или дизлайков? И может быть, это на самом деле не то, к чему она должна прийти? Папа, я так самовыражаюсь Я хочу так сделать Ну да, ну то есть давай поговорим Я не говорю тебе нет Я не говорю тебе да А надо влезать в это, как считаешь? Да, потому что мы единственное, на чье мнение они должны рассчитывать То есть не так, чтобы влезать, а так, чтобы беседовать Чтобы все-таки мужчина в образе отца Это был все-таки главным примером для... Нет, в смысле ты забудь, что я отец Я буду это смотреть в инстаграме, как вот все твои пользователи Забудь, что я отец Это мое главное переживание Мне тоже, извиняюсь, что я перебил вас У меня две дочери Старшие уже девять И я тоже переживаю, блин Да даже у меня вот такие моменты подходят Ну сейчас мир настолько меняется, чем быстро А вдруг, блин, я не знаю Куда это остаться у нас? Ну она подойдет и мне скажет Я лесбиянка И что я ей скажу? Ну типа я ее не побью, наверное Не побьешь? Да, наругаю Ну даже если наругаю, я... Не изменишь ничего? Да, не изменю ничего Да, не изменишь А вот как, типа, я очень сильно переживаю И как не допустить? Я очень... У казахов есть замечательная пословица Говорит Это что это означает? Хазанда, типа, дочку расти в довольстве В сытости Да, в сытости А пацана, наоборот В нужде и в нужде В нужде, чтобы пацан не охеревал Голодный, да? Да, чтобы он был голодным А девушка не должна быть, кажется, чуть голодной Но хочется ей все дать Но как будто ты, когда даешь все Как будто ты уже чуть перебарщишь Из-за этого она уже извращается немного Но все равно не давать тоже плохо Потом она не видит некоторые вещи завтра Потом все цветное видит И за цветным начинает бежать Как многие сейчас делают Многие, ну, молодежи так делают Ну, как бы девушки И как бы это какой-то вот непонятный Вот для меня вот сейчас Это борьба внутри меня, короче Ну, просто для нее ты сейчас единственный мужчина Который может ей действительно давать Вот этот достаток, довольствие, все остальное Если ты что-то не дадашь, мне кажется, она пойдет Ну, повзрослев, пойдет искать то, что ей не дали в семье То, что ей не дал отец Где-то на стороне у другого мужчины А это же вот, как мне кажется, это самый главный парадокс Да, даже не являясь отцом Ну, просто являясь человеком наблюдательным То есть для девочки Папа является героем определенное начальное Да, время Ну, то есть когда она совсем маленькая Потом идет период, когда вообще все авторитеты размываются И потом обратно возвращается папа-герой Но это уже такой флешбек Типа, а вот папа был прав и так далее и тому подобное Я как-то, короче, увидел, что она сидит в ТикТоке Я как-то увидел, что она смотрит видос, где целуются две девочки Но такие есть видосы, они разрешаются почему-то Да, и я вижу эту штуку, я говорю Нет, короче, все, нахер, этот ТикТок Все, я говорю, тебе запрещают ТикТок Все, жене, говорю, все, Райхана Запрещаем ТикТок Вообще, пусть, ну, Ютуб и то, говорю Откроем семейный аккаунт Ты будешь это все контролировать То-се И потом проходит время Она там, мы там приехали к друзьям У нее есть подруги там, да Они там собрались и говорят Аиша, у тебя есть ТикТок? Она говорит, нет, мне папа не разрешает И мне так стало больно Я думаю, кто ты такой запретил в девочке? Да, ну я думаю, блин, ну это же какая-то во мне борьба Я не могу с ней справиться, короче Это типа, вот как быть, типа, вот Ее сверстники в ТикТоках Ну, в ТикТоке А она нет, она еще так говорит Нет, мне папа не разрешает Такая, знаешь А я это услышал просто Я выходил курить, ну, дети играют с ее так Я думаю, блин, опять возвращаюсь к жене Говорю, все, разрушаем ТикТок По-первых, бросай курить Слушай, ты в семье такой травм, да, положи? Примерно, да Типа не могу рвать стену Заморозили стену Я, например, в моей семье никогда никто не курил Но я начал курить в школе То есть я эту мысль к чему? К тому, что мы можем запрещать многое Но это же люди, это самостоятельные единицы Они это все узнают через друзей Через... ну, ты просто тупо же не можешь запертить, держать того же ребенка Они однозначно это узнают от кого-то Или так и было А у нас нет ощущения, что ты был слишком кардинален? Что вот то, что ты увидел в телефоне Это был сигнал поговорить Возможно, да Возможно Я был очень эгоистичный То есть вот в этот момент тебе имело смысл сказать, что если бы у тебя было две мамы, не было бы тебя Да А у тебя есть я Давай я тебе объясню Вот это вот правильно ты только что сказал Да, поговорить надо Вот мы... я вот чаще... я эгоистичный, наверное, в этом плане, да? Я только вот, типа, я ухожу утром из дома, там, да, и возвращаюсь вечером И чуть-чуть, я... Можешь просто молчать, просто помолчать Да, наверное, надо, да, разговаривать с детьми Это вот самое правильное, надо разговаривать с детьми Знаешь, брат, они очень ценят, когда с ними не как с детьми Они очень это ценят На равных Это единственная возможность сделать ребенка благодарным Говорить реально о проблемах Вот когда ты рассказываешь об этом, ты думаешь, что она благодарна тебе за это Но ты же ее... Прямо спрашиваю, ты благодарна? Ну, конечно, она тебе скажет, да Да, она говорит, теперь я понимаю, как нам надо поступать Бля, ну вот эта вот тема... Но очень важно при этом слушать Яллу, очень важно Чтобы играла музыка Яллы Ну, просто... Ну, это работает Нет, просто 12 лет это так работает, потому что ты только Яллу ставишь Ну, еще Битлз 12 лет это просто, по-моему, такой возраст, когда, ну, если вот исходить, как это, тибетская система воспитания, да, по-моему Ну, в ней больше философии, типа, до 5 лет с ребенком как с Богом, с 5 до 10 как с рабом, а с 10 лет начиная с равным Ну, то есть, когда вот была твоя ситуация, и ты рассказывал, да? Дочь, пойдем покурим Нет Почему нет? Говорит, это ты не моя дочь Я говорю, раз, как тебе это, тёлочка? То есть... То есть, в любой момент... Может, по писярику? Алмаз, может, по писярику? В любой момент можно было... В любой момент ты можешь сказать, там, нет, отказать, или, там, ну, какое-то радикальное решение принять А если ты просто переведешь это в некое интервью И просто, ну, скажем так, оценки, оценку, да, этой информации и обмена Это было бы гораздо интереснее А как вы относитесь к тому, что вот эта фраза, я услышал её от Кента Ему было, получается, лишь 16-17 И он говорит, вчера у родителей были гости дома И папа такой Балам, иди сюда, садись Давай вина И он такой, о, нет, ещё не буду Он такой, лучше со мной, чем с кем-то Вот эта фраза, лучше со мной, чем с кем-то Вообще, она работает Она вообще нормально Я вообще против этой штуки Что за гон вообще, да? Это дно Это дно Это дно же И сам арикон И он говорит, ну, я попробовал Ну, мы выпили с ним вина Ну, папа пил водочку И как с этим работать? И что с этим делать? Ну, это как... У вас было, вот, кто вот при родителе? Ну, я, ну, кто-нибудь пил с родителями? Ты пил? Нет Я пил Вот как, ты помнишь свой первый раз? Ну, это было, знаешь, мне было 30 лет уже в этот момент То есть, понимаешь, это странно То есть, ну, мы не бухали, в смысле То есть, ну, мы шампанского там на Новый год выпили Но я всегда чувствую какое-то лёгкое чувство Такого, ну, такого стыда и дискомфорта Когда, допустим, сидят взрослые И тебя считают взрослым Я всё равно себя в тридцатку чувствую пацаном, понимаешь? Ну, это вот... Извини, пожалуйста Я первый раз выпил водку Оно в лет 18, наверное, тогда, да В 18 я был у дядьки И, значит, мы пришли с бани Они ещё не знали, что мы там пиво пили Но мы пришли с бани Там, значит, накрыла тётка Значит, дастархан там этот И они сидят И дядька у неё раз наливает И у неё рюмку ставит Раз, рюмочку налил Я-то уже пил до этого, в смысле, пробовал Но это пил И я раз, значит, под этот... Под бешеный, что там Я раз эту рюмочку, мы чёкаемся И тётка, знаешь, выдает фрат Блин, помню, Антошка вообще маленький такой А сегодня с нами сидит уже, выпивает Она, как бы, это, знаешь, с такой любовью сказала А мне это... Я уже чёк Не лезет уже, да, просто Я такой... Блин Короче, вот, допустим, я рос в типичной казахской семье Бзде поговорить, ты говоришь, ты чё? Просто нет, и всё Ну при Сталине росли родители А вот сейчас вот со мной они говорили Как я могу с детьми со своими поговорить Ты повторяешь, повторяешь Ну, ты же пил же Ну, ты пил Сосун? Нет, вообще пил Пил? Курил? Перед отцом? Вообще С девчонками фестивалил, дожены Дожены С отцом С отцом Девчонками фестивалил я перед отцом Это единственное, что я делал То есть ты всё равно сделал всё то, что тебе говорили Жёг, болмайт Нельзя, понимаешь? Нет, я к тому, что... Запятный плод сладок, да? Ладно, проще, что они мне со мной не разговаривали Но я-то на своём... Вот, допустим, Азике, да, вот сейчас он научился Общаться со своими детьми И его доча вырастет Она также будет грамотно это всё объяснять Вот сейчас должен произойти какой-то, не знаю, переломный момент Чтобы люди нашего современного общества научились разговаривать с своими детьми Те люди, которые росли в типичном, ну, такой вот, консервативной семье Чтобы вот это вот умение разговаривать с детьми было Оно как раз сейчас и появляется потихонечку Просто я не знаю, что своему сыну сказать, допустим Сыну, дочери, да? Как это всё правильно объяснить? Потому что у меня примера такого не было А насчёт курить, пить, я до сих пор перед отцом даже не то, что пить Ну это да, это всё преемственность поколений То есть зависит от тех правил, которые есть в конкретно взятых семьях То есть у меня был момент, когда я увидел, пришёл там, приходил к друзьям в гости Я заметил такую интересную закономерность Они общаются с родителями на «вы» Я тоже что-то решил общаться с родителями на «вы» У меня отец сказал, а что же со мной на «вы»? Челан с «вы»? То есть, то есть, каждый день То есть, понимаешь, что в нашей семье разговор между отцом и сыном был на «ты» То есть, несмотря на то, что у нас отсутствовала вообще какая-то эмоциональная эпостась между нами Вот ты правильно сказал, потому что люди росли при Сталине То есть, самое главное, похвала от бати – это молочек Всё И понимаешь, что мы общались на «ты», но тем не менее в нашей семье Отцу уже там было, не знаю, лет 40, но он никогда не курил при деде Так же, как и мне сейчас, допустим, 30, я никогда не закурю сигарету при отце А почему? Потому что, ну, как-то это неправильно Ну вот, смотри, кстати, на «вы» Я тоже всю жизнь общался на «ты» И я в 20 лет женился И почему-то начал общаться на «вы» с родителями Но потом я понял, это вот проанализировал И я наверняка хотел показать своей жене, что с этими людьми надо на «вы» Я хотел показать пример своей жене Из-за этого, ну, сейчас с мамой я разговариваю на «вы», «вы», «вы» У меня всё уже в привычку вошло, «вы», «мама», «вы», «вы», «вы» А раньше я 20 лет общался на «ты», «ты», «ты» А у нас мама это сразу пресекла Она сказала, в смысле на «вы»? Да В смысле на «вы»? Я чё, тебе какая-то чужая татешка, что ли? В смысле на «вы»? В смысле на «вы»? Мы должны быть близки И причём она это говорила, ну, именно моей жене Давай, говорит, всё, ты моя дочь, я твоя подружка Общаемся с ним И я не знаю, и то, и то классно, и то, и то правильно У тебя мы поняли В смысле на «вы»? Это с твоей пузырь Нет, у меня, например, жена сейчас больше с моей мамой общается То есть они прям подружки там Она тоже на «ты» разговаривает между собой Ну, как бы здесь, я думаю, что здесь каждый для себя выбирает То есть здесь это нельзя сказать, что вот на «ты» это плохо Или на «вы» это плохо Здесь как бы каждый человек выбирает, как он хочет разговаривать с родителями То есть, проще говоря, чтобы из ребёнка не вырос Чтобы, короче, из ребёнка не вырос ублюдок Сам не быть ублюдком, мне кажется Это самая главная задача Бахтиар, ты очень классный И поэтому о лицемерии давайте поговорим Нет, кстати, о лицемерии, да Мы только что говорим, да, что мы устали от этих инстаграмных девушек Да, я сейчас подумал Сейчас если есть какая-нибудь такая девушка Поэтому все такие Опа Ты встречал в своей жизни, ну, вот прям явное лицемерие? День рождения Я считаю, день рождения самый лицемерный праздник в году Да, Микерур же говорил Микерур говорил, обожаю свой день рождения Никогда столько лжи в свой адрес я не слышал Вот-вот-вот Кроме родных, близких, там, ну, самых таких близких тебе людей Все остальные лицемерят Как будто они реально, показывают, что они реально рады Ты очень классно А так, бля, просто 5 февраля хуйят Я сам ненавижу свою день рождения Ну, вот, 5 февраля, ребята Это где-то рядом 5 февраля, ребята Вы не смеете, да, лицемерие Слушайте, просто мы обсуждаем такую интересную тему Шесть творческих людей Говорят о лицемерии, которые Профессия которых является лицемерием Да Так и есть же Нет, давайте, ну, подразумеваем Что такое лицемерие? Терминология, этимология? Что такое, ну, лицемерие? Азамат Деирыч Азамат Деирыч, вот вы как филолог Он меня вдохновил Вы как филолог, да Человек, который изучал и знает огромное количество языков Ага Что такое лицемерие? Отвратная часть нашей жизни Я не знаю, вот, что это такое, но я ее чувствую И на запах, и на поведение, и на походку я чувствую Потом я ухожу, и он нормально себя чувствует И мне неприятно от этого И, наверное, все мои неудачи из-за того, что я не смог стать лицемером А нет вот ощущения, что в целом, вот, конечно, будет куча хейта на это, да Но мы как народ, да, мы в целом достаточно лицемерные, да? Я что имею в виду? Приходя на мероприятие, да, а мы такие, о-о-о, поздравляем, счастье, здоровье, вообще молодцы. Похороны, похороны. А, блин, грустно, грустно, очень грустно. Но потом ты уходишь из стоя, уходишь там нос похорон, и снова включаешься и ведешь себя как обычно. Очень легко грустить, очень легко радоваться, мы это делаем по щелчку. А теперь давайте поговорим о том, где нет лицемеров. Мне кажется, что лицемеров нет в очереди. Когда ты стоишь в очереди, в цоне, за справкой, в больнице, человек ведет себя таким, какой он есть на самом деле. Ну, тогда и в дороге. Слушайте, ну а есть еще другой момент. А бывает, что человек реально открытый, и вот, ну, условно говоря, а ты потом думаешь, вот лицемер, а он реально просто тебе там, ну, не знаю, типа, да, проходи. А ты его вот понимаешь, как лицемера, типа, он что, типа, в жопу лезет. А он просто реально такой, ну, человек, который открытый, он добрый, он там, да, а мы такие, мы уже сами лицемеры становимся в этот момент. Да, потому что нас это заложили, короче, я после универа, когда поехал в Турцию на год учиться, а там я жил с намасханчиками, короче. Гномы читают намасханчики такие маленькие. Намасханчики – это арабская версия фиксиков, да? Да, да, да. Я был белоснежкой среди них. Ладно, короче, к ним приехал. Короче, к ним приехал, они классные ребята, очень. и на вы общается на юбасную рыбу на долбит он и прикалывается или чуть-чуть они от меня хотят хотят наебать только приехал казахстанский такой весь внутри а эти ребята уже учились в турции там несколько лет и вообще в турции очень вежливо с друг другом общаются там мужики друг другу говорят сен сон дай на язык сын для нас это на язык сын такой нежный такой нежный короче да вот и для нас бы это было бы ну как бы оскорбительно немножко там это нормально и соответственно тамошние ребята тоже между собой общаются на вы я поначалу думал бля это лицемер а потом ты понимаешь что они на самом деле рады тебя видя на самом деле это хорошо относится ну потому что ты их земляк потому что они рады тебе видеть и все остальное и там это было их реально существенно реально он как вежливо очень это не было слабость а здесь такое отношение к людям воспринимается как но это та самая пресловутая да скажем так философия казах казаха любит не находясь казахстане да как никогда ближе когда мы находимся вдали в этом плане вот и мы говорили о том что казахи ближе на чужбине помнишь когда мы всегда куда-то ездили на наши игры и пребывая в такие города как москва сочи нахтема продолжение креме чего могут сказать они знают кто мы такие не надо потом будет там за всех нас приезжая домой долетим нет а приезжая до приезжая домой мы и плюем и и мусорь и окурок можно так бросить мне кажется что без лицемерия ты думаю что человек слишком открыт к тебе и считает тебя возможно но не тем ради которого надо постараться вам не кажется есть есть неимоверное количество людей которые которым не то что я их не осуждаю сейчас которым нужно быть таким вот типа без этого паркового это не то что про нас есть живут есть много людей таких гос структура вице да есть да да ну им приходится таким быть ну да возможно не такой даже не хочет но ради того чтобы ребятам сложно приходится потому что возможно у тебя там много спиногрызов до твоих ты ради них да там до стараешься да вот и вот и вот ты говоришь я честно я тоже такой из и кстати я извини что я хотел из-за этого я не там вот из-за того что я вот такой короче я вот не могу мне даже бывало что там типа мой дядька говорил иди там тебя на работу возьмут там такая зарплата крутая и мне толкали туда я приходил игру хотите честно скажу меня пихают сюда а я не хочу сюда и вот так вот кому человек там угры и он он тот шоке от того что появились такие есть такой человек типа его скажите позвоните что вот он вот такой у вас племянник дурак лицемерие лицемерие важная часть нашей коммуникации в целом ты топишь за это лицемер скажи да конечно я лицемер я я объясню почему потому что сегодня это выживательно если ты приходишь я не знаю к родственникам жены игрушка блин честно говоря не хочу я сегодня здесь находиться у меня с пацанами playstation мы но мы с ними поиграем кальян покурим сидеть с вами здесь нет жилахи честно вот я я могу сказать это будет честно да но я горакой да очень вкусно все классно манты ой как я как раз хотел манты здорово все хорошо то все это и ты кушаешь это понимаешь и люди так они делают возможно они не хотят меня даже встречать то есть они говорят блин ну надо позвать я болот потому что ребята уже шесть лет в браке ни разу дома нашего не видели есть еще такая фразу да у нас у казахов и они обязаны тебя позвать типа показать и потом они в конце говорят фразу вот это наш дом порог знаешь приходи всегда встретим но стоит возникнуть какой-либо проблеме я думаю звонить туда или нет вот поэтому лицемерие нужная вещь нужная вещь ну представляешь тебя останавливает гаишник ты же с ним на будьте любезны же общаешься ну в основном в основном стараешься кстати с гаишниками у меня было лицемерие стараешься ты говоришь один раз стать у меня был очень некрасивый случай я был самим собой да меня я проехал на запрещающий знак останавливать меня гаишник я говорю все давай оформляя поехал он услышал что ты так разговариваешь у меня время могут погоди я хотела просто предупредить тебе сразу неудобно мне стало очень стыдно он говорит ну во первых я я тебя старше говорит и реально был взрослый человек во вторых говорит здесь зона для цкз она запрещенная ты сюда не проедешь и не пропаркуешься я хотел тебе сказать объедь проедь туда у тебя все нормально бауром и вот этот момент мне стало очень стыдно но я был самим собой я был искренен в этот момент и я сказал мне кажется здесь ты почему так себя повел потому что у нас вот это недоверие гаишникам она сильно и мне стало стыдно возможно я думаю сейчас подумаю извиняюсь опять же очень много извиняюсь просто надо тогда делить тогда надо делить лицемерие и есть наверное какие-то еще разветвление под лицемерки какие-то есть лицемер лицемерные вынужденные ментальные но просто да да просто вот блин вот с родными кстати я вот у меня жена за это меня не любит я вообще не хожу я даже к своим не хожу у меня такой я просто игру я не хочу эти чё я должен там сидеть из себя типа я просто не хочу я не хочу потому что люди мне говорят очищен там ки он сидит такой вы значили такой сидит да да а я не уже сижу я просто ну какой да ну не в дискомфорт на мне дискомфорт или я не знаю что сказать вам а потом рахан говорит фразу ну чё тебе час тяжело по улыбаться до говори 6 часов иногда можешь улыбаться сцены вот из-за этого из-за этой вот из-за этого времени вот час да мы с ней ругаемся там три часа из этого да но ругаемся но потому что я хочу объяснить что ну не могу я себя так вести там типа не могу я сидеть там типа вот так типа не понимаю где я нахожусь в этом плане игру типа мимбар майм мимбар майм но это вот одно тоже вот если сейчас я подумал лицемерие наверное есть жесткое лицемерие когда ты видишь то прям это лицемерие прям капец сильно вид а если смели вроде бы она не тебе неплохо никому неплохо да от этого лицемерия просто ты решил просто чуть-чуть до коммуникация это такая да вот человеческая просто решился есть определенная во всех люблю там даже не всех любишь да ну все равно это она как-то наверно вот так вот нет раз жена сказала слушай ты надо такой прям вежливый такой прям лапочка но ну когда ты с микрофоном или но при людях а дома я могу быть резким грубым иногда для путь что-то не то почему ты типа вот дома не такой ягру дома я настоящий и вот я задумался а вообще а что тогда лучше быть вот таким вот да ребят как дела о блин как рад вас видеть а сама здорово или же и все понимаешь то есть вот не знаю просто асхат правильно сказала мы артисты в какой-то мере же ну все лицемеры за тему сейчас лицемерство короче затронули явля про себя теперь думаю как перед вами не лицемерить как вот сейчас вот мы раскрыли допустим вот мы здесь лицемеры такие лицемерные все баха судя по уровню мата в нашей программе ты явно не лицемеришь да потому что матерятся только те кто говорит честно материться но если в тему матма должен быть обоснованно мадусе но лицемерие действительно лицемерие бывает во благо чего-то мы говорили сегодня вспоминали артистов мы говорим про певцов которые тоже лицемерие тут например да тот же дима билан там или каратур тасс да неважно кто он же выходит и говорит слушателям своим он говорит я люблю вас если бы он был честь давным-давно своим сказал ты я устал не хочу с тобой общаться просто но так не делают потому что это его профессия вот есть лицемерие в профессии лицемерие в жизни с родными ну наверное это плохо то есть когда ты врешь родном даже во благо даже во благо но наверное это как-то неправильно как-то это некрасиво заправа поэтому я думаю что он говоря о лицемерии нужно знать где быть лицемером и с кем быть лицемером обязательно пишите в комментариях темы которые бы вы хотели чтобы мы затронули здесь в наших мужских беседах ну и разумеется разумеется ставьте колокольчик подписывайтесь на канал пишите негневные комментарии будьте добрее искренне ваши лицемеры